И снова всех приветствую на своем канале. И мой очередной рекламный пищевой обзор посвящен моему любимому на данный момент кофе Бушеда. Сегодня гуляя с Машей, я зашла в один магазин, где возможно его могли бы продавать. Его действительно продавали, и это была не единственная банка. И Бушеда оригинал. Написано также 1-2 ложечки, но в общем это не тот случай, когда можно положить 1-2 ложечки. Это вам не катана лайт, Бушеда, Бушеда лайт катана точнее. Тут то же самое 100 грамм. Вот такая вот баночка. Точно так же он сделан в Японии. Ну и стоил он 450 рублей. Так сказать, несколько дешевле, рублей где-то может быть на 70, чем Бушеда лайт катана. Он в отличие от лайт катаны, кстати, вот такая вот пленочка. Я не помню, какая была на той баночке, но вот здесь пока еще такая. Вот этот самый кофе. Надеюсь, видно будет в камеру. Уже при открытии такой яркий, терпкий, конкретный, классический аромат очень крепкого кофе. И вот с 1 чайной ложечки на классическую чашку 300 мл. Для меня это было очень крепкое. Получилось это 1 ложечки, мне бы хватило, наверное, даже половинки. Кофе очень похож на такой конкретный кофе, если бы его варили в турке. А вообще, когда я варю кофе в турке, у меня получается очень-очень крепкий кофе. И я могу пить очень крепкий кофе. Для меня это норма, но это очень крепкий кофе. Я даже взбодрилась с него. Как вы помните, если вы смотрели мой обзор про лайт катана, то я склад катана вполне себе засыпала. И могла выпить его 2-3 чашки за раз. И мне ни холодно, ни жарко было. Этого я еле оселила обычную маленькую чашку 300 мл. Очень хороший кофе. Я думаю, мне этой банки хватит на более долгое время, чем той розовой. Кстати, розовая у меня уже чистая, вымылась. Я буквально вчера допила этот кофе. И теперь у меня она будет лежать. Ну, может быть, я в чай не положу, может, еще что-то. Может, просто для красоты стоять. Тут такие же вот выпухлые кофейные зерна по бокам. Такая же, в принципе, я думаю, что такие 100-граммовые баночки у них классические. Просто, что если насыпается, допустим, лайт катана, то идет розовая наклейка. А если оригинал бушидом, то, соответственно, желтая наклейка. Насколько я помню, там еще должна была быть ред катана. И если ничего не путаю, еще какая-то катана. Но я видела только вот эту баночку. И уж подумала, если уж я решила его купить. Точнее, подруга решила, что я хочу купить этот кофе. Раз я жалую, что он закончился. То мне надо, в принципе, купить. На самом деле, у меня еще есть кофе. Кажется, черная карта. Около 100 с чем-то грамм для турки. И еще молотый кофе. Обжаренный в кофе этих, по-моему, зернами какао. Мне на развес покупала и подарила. Или на день рождения, или на Новый год, я точно не помню. Мамина подруга Лена. У меня где-то около 40 грамм осталось. Может быть, вот еще на одну турку как раз хватит. Тоже очень вкусный кофе. Так что, в принципе, без кофе я как-то не померла бы. Но я увидела именно эту вот серию, что именно оригинал. Оригинал я не видела, когда покупала и выбирала тогда лайт катану. Я решила попробовать всю серию. Если будет у меня возможность, я где-нибудь увижу еще ред катану, или еще какую-нибудь еще катану, то, соответственно, тоже куплю и потом расскажу вам в обзоре. Тоже у меня, как обычно, все спонтанно. Тут на крышечке бушида. Бушида, бушида. Я иногда произношу иностранные слова на мотив Франции с ударением на последнее слово. Иногда произношу уже нормально, как оно есть. Когда как, под настроение, то у меня спонтанно бывает. Если вам был интересен этот маленький обзор и чем-то полезен, то я рада и до новых встреч. Пока!